Вторую часть начну с правок и дополнений предыдущей. Кто не смотрел, можете поставить это видео на паузу, перейти к прошлой части по ссылке в описании, дабы не терять нить повествования. Да, в моменте с индикатором на компасе я забыл собственные же наблюдения и разбор, когда смотрели типы угроз на планетах. Этот символ действительно обозначает каразийность, а этот символ влажность на планете. Все это я уже разбирал ранее, ну что-то подзабыл. Ну и пожалуй соглашусь, что это не метки на карте на те места, где эти зоны, а в принципе отметка, что на всей планете повышенная влажность, радиация и так далее. Вело в заблуждение, что один и тот же индикатор на разных планетах помещается в разные места на компасе, а не на своей выделенной позиции. Я бы все же под каждый индикатор выделил свой сектор, было бы более логично. Ну да ладно. Ну и хотел дополнить самого себя насчет арки в пустыне. Как оказалось, это реально существующее место врата на запад, или арка в Сент-Луисе. 192 метровая арка, находящаяся в Сент-Луисе. Так что получается, нам в очередной раз показали Землю и то, что с ней стало. Поражаюсь тому, как все-таки много удивительных мест на нашей планете, о которых даже и не знаешь. Выглядит строение, как максимально футуристическое сооружение, нарисованное концепт-художниками специально для игры. Это все правки и замечания. Ну и хочется пожелать отдельным комментаторам, хоть иногда досматривать видео до конца, а то слышат в начале пару слов про полупустые планеты и давай писать огромные сообщения, как я неправ и что космос из них и состоит. А что ты хотел? Тысячу проработанных планет что ли и так далее. При том, что я в этом же видео высказываю все те же самые мысли, защищая решения по части тысячи пустых планет, объясняя, почему это неплохо и почему Батхёрд по поводу них неуместен. Это все, что хотел добавить. Продолжаем разбор. Прибыли в Новую Атлантиду. С последнего разбора этого космопорта Джеймисон мало что изменилось. Все так же бродят неописи, все те же декорации. Обратил внимание только на эту забавную парочку, у которой по всей видимости близорукость, так как не зная к чему, такие огромные плакаты разглядывать в упор, стоя прямо перед ними. К сожалению, пасхалок на шестые свитки на плакатах не нашлось. Если поразглядывать NPC, то можно обратить внимание, что полностью одинаковых нет. Если даже и встречаются похожие по типажу и прическам, то как минимум цвета одежды отличаются. И это очень хорошо. Здания колоссальные, как их называют сами разработчики. Разрабы говорят, что это их самый крупный город. Выглядят здания и правда внушительно, однако площади и дороги перед ними абсолютно безлюдные. Все-таки это столица объединенных колоний, хотя бы пару-тройку NPC можно было бы тут разместить. Но похоже гулять по этим дорогам придется лишь вдвоем со своим компаньоном. Вновь красивый закат, который можно будет любоваться с крышей балконов последних этажей. Акцент на графике делают тут, потому что сами разрабы, демонстрируя эти кадры, говорят, что этот город не только по своим масштабам самые крупные, но и по количеству графики, зданий и населения. Выглядит все прикольно. Торговые павильоны, отражения на поверхностях. А вообще все дает какой-то роскошью, гламурам и богатствам. Ну столица, что с нее взять. А вот и снова терминалы порта. Тут мы были, но со стороны взлетной площадки. Сейчас находимся со стороны пунктов охраны. Это местечко разбирали, добавить нечего. Кроме того, что лица у NPC абсолютно деревянные. Ну до них мы еще доберемся. Отсылка на CNN. Здание местных СМИ, и уверен, с этим тоже будет связан какой-то квест. А квестов в городе будет немало. Об этом говорят и сами разрабы, что создавая город, они в первую очередь уделяли внимание его роли в сюжете. В городе будет множество коротких историй. И похоже, начало одной из таких может начаться тут, если подойти к этой кучке людей и поинтересоваться, что тут происходит. Спасибо беседке, что в их играх над головами NPC не горят квестовые маркеры до того, как взял и активировал задание. Как же меня это вымораживает в других играх? Восклицательные знаки над головами, признак дурного вкуса геймдизайнера. Архаичность и пережиток прошлого. А вот мемориал колониальной войны. Тут видно гравировку имен. Уже затравка на лор. Определенно, обо всех этих войнах и прочем будет немало материалов в игре. Огонь, конечно, шакального качества. Просто гифка. Робот-полицейский охраняет эти места, которые в свете заходящего солнца выглядят очень симпатично. Что уж говорить, если полюбоваться закатом, стоя на балконе или крыше. Очень кинематографический видочек. А разработчики рассказывают, что NPC будут заняты своими повседневными делами. Интересно, можно ли будет заговаривать с каждым, получая рандомные реплики, когда было в предыдущих играх. Или же будет энное количество неписей, чья роль лишь создавать массовку. Пока что не знаю, как к ним относиться. С одной стороны, при таких масштабах города было бы глупо, если бы он был практически безлюден. Я бы даже еще добавил людей, так как из-за больших просторов они все еще кажутся довольно безлюдными. С другой стороны, надеюсь, все не сведется к тому, что один и тот же чувак возле кофейни будет вечно стоять и произносить одну и ту же реплику о том, что он в ступоре и не знает, что выбрать. Но если так подумать, большую часть времени мы будем где-то в полетах, а действия игры не протекают лишь в одном городе. А потому эта массовка, по идее, не должна успеть надоесть. С этого города начинается наше путешествие в организации созвездия. Как мы идем к воротам, уже видели ранее, но с другого ракурса. И не сказать, что тут что-то поменялось. Хотя на этом кадре, где мы используем свой пропуск, заметно, что графику подтянули. Это помещение я уже разбирал. Тут хочется лишь отметить, что комната стала более яркой что ли. Не знаю, то ли это из-за смены времени суток, когда мы сюда прибываем, то ли реально переработали освещение. Так как мне кажется, что наше посещение, начало этого квеста, может начаться в любое время дня и ночи. Как это было и в других играх беседки. Игра не перематывает время, когда мы заходим в какое-либо помещение, дабы там начать какую-то историю. Радует то, что они отодвинули камеру во время диалогов. Я еще в прошлый раз говорил, что не нравится, когда камера приближается вплотную. Благо теперь она останавливается гораздо раньше, и фокус попадает не только лицо собеседника, но и грудь. Лица ключевых NPC также потянули. Но вот глаза у главы созвездия теперь стали как у Синтера. Как будто она надела линзы. Ну и тот самый кадр, который обсудили все, кому не лень. На заднем плане сделали некую перестановку. Сняли со стены портреты Гагарина и Терешковой, а модельку советского корабля переставили вниз. Насчет Терешкова еще ладно. Мне вот понравился один комментарий у меня на канале, что Терешкова бы весь Старфилд обнулила. И смехи грех. Но в чем провинился Гагарин, до сих пор остается загадкой. Тут уж надо определиться, или полностью альтернативная вселенная. Тогда нужно переименовывать порт в этом городе и название планет данных в честь реальных имен космических деятелей прошлого. И вырезать музей НАСА из игры, и это упоминание Соединенных Штатов. Ну или не трогать историю, которая все равно от нас никуда не денется. И от того, что сегодня сносят памятник и Колумбу по всей Америке, не отменят того факта, что он был в списке ее первооткрывателей. Это просто глупое, не более того. И конечно уже прослеживается позиция разрабов, а потому похоже, что официальную русскую локализацию теперь ждать вообще не имеет смысла. Эту комнату и ее окружение я уже разбирал, так что сильно тут задерживаться не будем. Кроме портретов и освещения тут ничего не поменялось. Нам в очередной раз рассказывают тут, что созвездия это последние исследователи галактики и продолжатели исследователей прошлого, ищущие ответы на главные вопросы в истории человечества. И эта организация может сперва показаться тайной, так как о них практически никто ничего не знает. Детализация предметов, конечно, вновь поражает. Смотрим в очередной раз к сцену из начала игры, где мы находим тот самый артефакт, после чего нам предстает видение, с которого все и начинается. Кстати, тут видно, что мы находим его не в качестве шахтера, а одеты мы уже в форму созвездия. Так что по всей видимости на шахту за следующим артефактом мы отправимся уже на следующей миссии, где как раз познакомимся с Барреттом. И снова лицо, и снова это, как ни крути, до сих пор огромная проблема беседки. Окружение, предметы, все на высочайшем уровне. Детализация просто космическая. Но как дело доходит до лиц и их анимаций, то все. Вроде даже подтянули лица с последнего показа, но все равно это плохо. Это чуть ли не единственная моя серьезная придирка ко всему показу. Лица и лицевая анимация. И это мы еще до растительности на лицах не добрались, там вообще кровь из глаз. И что самое странное, что модеры способны сделать крутые лица в играх от беседки. Так, к слову, тем, кто сейчас уже собрался писать про движок и все такое. Когда смотришь на лица в редакторах, когда их создают художники студии, тоже все в полном порядке. Но на выходе, как всегда, получается вот этот пластик. Ну хотя бы ненужный глянец убрали на коже, и то ладно. В прошлой презентации они были еще более пластмассовые. Но все же это относится не ко всем персонажам. Некоторые NPC выглядят хорошо. К этому в принципе нет нареканий. Хотя волосы это конечно приклеенный парик. Этот NPC будто и симсов. Ему бы еще зеленый кристаллик над головой для полной картины. В общем лица стали определенно лучше, чем на прошлом показе. Но все равно еще выглядят довольно устаревшими. Тут нас знакомят с составом организации, рассказывая, что все они очень разные. И у всех разное прошлое. Мое внимание привлек вот этот мужик в тельняшке по имени Влад. Который в прошлом был пиратом. Это тот самый чел, который был на станции созвездия и заметил сильную активность аномалии. И не только мне показалось, что он говорит с русским акцентом. Русский акцент, тельняшка. Зовут Влад. Можно было подумать, что это русский космонавт. Хотя уже тогда было видно, хоть и издалека, что он что-то чересчур смуглый. Ну а вот тут он вблизи. И теперь уже точно видно, что Влад темнокожий. Пока знакомят с составом, показывают еще одно помещение, которое также отлично детализировано. А по цветовой гамме напомнило Deus Ex. Музыку из которого я чаще всего использую в роликах по Старфилду. На мой взгляд, это без преувеличения один из лучших саундтреков в истории видеоигр. Этот персонаж является спонсором созвездия. Бизнесменом. А вот снова Влад. Жмет в качалочке. Предметы в которой также очень детализированы. Вот еще Влад. А вот Сэм Коу, бывший космический ковбой. Ну и конечно он с Акилла Сити, где все ковбои и обитают. И где тот самый вестерн стиль. Ну и Барретт, сцену встречи с которым видели уже не раз. Стоим такие с куском артефакта в руке. И какой же крутой проработанный костюм. Баррета, кстати, тоже графически потянули с предыдущих показов. Ну и после знакомства с членами организации, переносимся в космос. Крутейший кадр одной из сюжетных планет, которые естественно будут проработаны вручную. Тут прям прослеживается рука концептуального художника. Еще планеты из освоенных систем. И как я понял, именно в освоенных системах, где будет протекать наш основной квест, все планеты проработаны вручную. Это места, которые освоило человечество. Тут будут встречаться сюжетные квесты и истории, о которых как раз на этом кадре рассказывает разработчик. Графика тут, мое почтение. Все, что касается строений, предметов, космических кораблей, экипировки. Все на высшем уровне. Но как дело доходит до лиц, то вот. Получаются эти пластмассовые манекены из магазина. Изменить этой девушке лицо, и кадр будет буквально из фильма. Настолько хорошо все смотрится. И тут можно наблюдать сцену из какого-то квеста, где мы посещаем чьи-то могилы с импровизированными памятниками, расположенные в пещере. А вот кадр, как будто из No Man's Sky, но только с улучшенной графикой. Даже это непонятное создание выглядит потрясно. Тут можно увидеть и размытие в движении, о котором недавно говорил Тодд Говар, что с этим эффектом помогли и софтвэр, из-за чего удалось добиться глубины изображения. Очередной футаж на закате солнца с красивыми видами. И от красоты с добрыми милыми животными переносимся к мерзким инопланетным хищным тварям. Графика снова на высоте. Хоть это и кассцена, но она выглядит максимально в духе времени. Нисколько не уступая самым дорогим играм. А в чем-то можно даже испутать с кадрами из фильма. Вновь вид на новую Атлантиду. И с этого ракурса город видели ранее. И хочется отметить, что и тут графику также подтянули. Добавилась глубина изображения, тени, детализация. Деревья и растительность больше не выглядят, как рисованные 2D спрайты, что сливаются в одну плоскость. Если сюда добавить пару кинематографических эффектов, то снова все будет выглядеть, будто сцена из фантастического фильма, а не игры. В помещении все намного хуже. А все потому, что тут NPC, которых по ощущениям нарисовали акварельной кистью. Зато когда дело доходит до роботов, вновь отваливается челюсть от детализации. Какой же чудовищный контраст. А вот тут можно поразглядывать флаги, которые мы все время видели ранее, лишь со стороны. Скорее всего, это флаги всех колоний, которые входят в объединенные колонии. И лор всех них, я уверен, мы сможем почитать и узнать. Как и саму историю образования объединения. Надеюсь, вам будет интересно, будучи вместе со мной на канале, копаться в лоре игры и разбирать его. Ну, кстати, тут лицо мужика, что по центру снова хорошо смотрится, если убрать его наклеенную бороду. Если не всматриваться долго в лицо, а посмотреть в динамике, то этот персонаж выглядит очень даже реалистично. Жители этого города законопослушные, чтят историю, в отличие от разработчиков, и считают себя истинными потомками землян. Тут они, похоже, дают какую-то клятву. А вот и бравые стражники, которые уже по традиции будут нас крутить и ломать, если вздумаем нарушать закон в городе. А еще, надеюсь, они будут отпускать реплики касаемо нашей снаряги. Мы, кстати, можем присоединиться даже к ним. По сути, они тоже являются отдельной фракцией под названием Авангард. Графон нексгеновый. Кто бы что ни говорил, а все потому, что НПС полностью закрытая экипировка, и лица под шлемами, и ничто не омрачает картинку. Освещение, тени, текстуры, детализация, все на высочайшем уровне. Вот этот мужик с нарисованной фломастером бородой нас будет вербовать в Авангард, дабы мы помогли объединенным колониям и смогли получить их гражданство. И как я понимаю, это и будет тот самый выбор основной фракции, которых в игре две, и между которыми заключен хлипкий мирный договор. У них все по уставу, все как в профессиональной армии с высокотехнологичным вооружением. А вот в Содружестве Свободных Звезд все более народное и простое, с большим уклоном в сеттинг Дикого Запада. Общий вид на Новую Атлантиду. В кадре интересное живое растение с цветком вместо головы. Ну и конечно же, как не отметить плохую реализацию воды. Это даже на воду не похоже. Будто просто гладкая поверхность без текстуры. Как будто в этом месте из-за бага не прогрузилась часть сцены. А вот и одна из моих любимых локаций, еще по самым первым показам. Это настолько круто выглядит, что можно спутать с реальной фотографией какого-нибудь предприятия. Шахты города Кедония на Марсе являются крупнейшим добывающим комплексом объединенных колоний. Глядя на эту табличку, сразу вспоминаю о заставке из Симпсонов. Суровая шахтерша с резаком. Ну и конечно же, куда без роботов-помощников. Это похоже на технический ангар, где трудятся механики. Часов без инцидентов 11. Ну, для крупнейшего комплекса колоний, в принципе, нормальная статистика. Правда, с нашим прибытием, этот счетчик явно сбросится на ноль. А вот реальная фотография. Не, ну серьезно, это действительно Next Gen. Если кому показать и не сказать, что это кадр из игры, я думаю, человек легко поверит в его реалистичность. И это уже окрестности-содружества, которые сохранили свою независимость. Сельское хозяйство у стены Акила-Сити. Давайте еще раз насладимся уровнем графики в игре. Сам город и его главная площадь. Я ее уже подробно разбирал. Тут ничего не изменилось, кроме того, что добавили побольше деталей, ну и вновь выбрали вечернее время суток для футажа, а не яркий день. Отчего все тона стали более теплыми и мягкими. Возможно, помимо выбора суток для футажа, изменили и цветокор в этих локациях. Не исключено. На закате город определенно выглядит красивее в лучах заходящего солнца. Один из переулков Акила. Мертвенное искусственное лицо NPC. Надеюсь, еще не надоел говорить про ужасные лица, но это нужно проговаривать. Раз и в большинстве кадров я восхищаюсь детализацией и графикой игры. Дабы это не выглядело, как какое-то предвзятое вылизывание игры. Если в ней что-то сделано плохо, то нужно подмечать это. Хотя местами лица хороши. Я думаю, особое внимание лицам уделили персонажам в кат-сценах и особым ключевым NPC. А вся массовка, естественно, нужна просто, чтобы мимо нее пробегать, а не пристально разглядывать. Тут же стоит информационный киоск, который, я уверен, будет заменять собой терминалы из фолоча и, возможно, стражников из серии Тес, от которых можно было узнавать всю необходимую информацию о городе, где найти то или это. Какие-то местные барыги, которым можно толкнуть всякий хлам и, может быть, прикупить какие-либо расходники. А это гостиница Калинзония, которая является достопримечательностью города. Я думаю, на Акиле основной промысел это охота на всевозможных космических тварей. На это указывало множество деталей из всех разборов, что мы делали ранее. Ну а в очередной раз к этой мысли пришел, глядя на этот череп, который висит тут в качестве трофея. Уверен, в городе будет немало квестов, связанных с охотой. Но об этом я уже говорил в прошлых видео. Очередной пластиковый синт разливает напитки, в том числе и мужику с рисованной фломастером бородой. Когда смотрю на них, складывается ощущение, что взяли NPC из Fallout 4 и поместили в NESGEN декорации с высочайшей детализацией. Как будто все эти NPC не на своем месте. И на мой взгляд проблема в том, что как будто отсутствует текстура кожи. И гладкий меш модельки просто окрашен в необходимый тон. Одно из мест, по которым можно судить, что местные жители славятся охотой. Тут и с текстурами, и с освещением, да и с проработкой модели все в полном порядке. Местные камеры заключения, где под стражей находится один из пиратов багрового флота. Вижу потенциальный квест. А вот противовес организации Авангард с Атлантиды. Рейнджеры Freestar. И через этого мужика с нарисованной бородой можно вступить в их ряды. Тут он рассказывает о принципах организации. Что помогая людям, Рейнджер полагается на интуицию и разум. Ну и куда же вестерны без дуэлей на револьверах в лучах заходящего солнца. Тодд Говард вообще сказал, что во многом RDR2 был для них ориентиром при разработке. Фанаты Нью-Вегас наверняка эту фракцию и эти места ждут больше всего. Чем хорош космос? Тем, что позволяет скрещивать самые, казалось бы, несовместимые сеттинги. Причем абсолютно не нарушая логику повествования. Именно потому от классической фантастики перешли к вестерну. И тут же переходим к сеттингу киберпанка в город удовольствий Неон. Который в прошлом был лишь рыболовной платформой. Но прославился в освоенных системах, как город, в котором разрешено почти все. Эти улицы я уже разбирал очень подробно. На них задерживаться не будем. Отмечу лишь вновь отличную проработку окружения и одежды как нашего героя, так и массовки вокруг нас. А вот помещение одной из ключевых фракций в городе. В нее можно будет вступить и выполнять всевозможные поручения, требующие силу воли от соблазнов. И судя по этим кадрам, миссии будут связаны с производством того самого наркотика, что добывают из рыбы. Контейнеры под видом Аврора, видимо именно так называется эта фракция. Охранники, сама рыбка. Ну и сотрудники лаборатории в костюмах практически и сериала во все тяжкие. А вот и постоянные покупатели из заведения, по которым все это мы будем толкать. Лучшие трипы в клубах Аврора. Астральный лаунж. Неоновое освещение. Откровенные танцы. Короче, любители рыбных продуктов отрываются по полной. Общий вид на космический терминал. Вход в заведение рейнджеров. Две девушки с одинаковыми стрижками. Два парня в одинаковых шляпах. И такое бывает. Причем бывает в реале. Но то она и мода, и отличительные черты определенных народов. Помимо Авроры, в городе промышляет и корпорация Рюджин Индастриес. Что набирает, как они сами выражаются, лучших специалистов. Дабы построить светлое будущее. Да и вообще этот город будет особо богат на всевозможные корпорации. Об этом разрабы заявляли уже ранее. А этот мужик, вновь с нарисованной бородой, похожий главарь этой организации. Снова наикрутейшая детализация и проработка костюма. Которые омрачают пластилиновые лица. Хотя в принципе, тут из-за освещения неплохо смотрится. Если не брать в расчет растительность. К этим инфокиоскам очереди. Будут ли все эти люди возмущаться, если мы будем подходить и в наглое, обойдя всех, начинать пользоваться терминалом. Такие автоматические уборщики улиц мы также видели в аэропорту Новой Атлантиды. А тут поймали, похоже, какого-то самозванца, которому даже не помогли его наклеенные усы. Ни он ни с кем не церемонится. И тут, как я понял, валят неугодных без какого-либо правосудия. И кстати, чуть ли не впервые, а может даже и впервые показывают кучу кровища после работы вот этим тесаком. Война криминальных кланов за влияние в этом городе прям-таки сочится со всех показов, что мы разбирали. Причем настигнуть могут прям в квартире. Тут какие-то прям отсылки на японскую якудзу из боевиков. Казни мечами, на улицах похожие на японские кварталы. Да еще и тут. С одной стороны, границы солнечной системы. С другой стороны, похожие на название японской компании, что можно расценивать, как притянутый за уши намек на японщину. И снова заблудившиеся NPC спала у 4. Тут нам рассказывают, что за пределами освоенных систем будут обитать самые враждебные группировки галактики. Первая, это религиозная секта Великого Змея, которую мы затрагивали в прошлых разборах. В нее также можно будет вступить. А если выбрать в начале игры предысторию их последователей, то в их магазинах можно получать скидки. Упакованы их солдаты капитально. Навязчивая идея секты, уничтожение всех язычников. Еще одна фракция, красная миля. И для вступления в их ряды, как я понимаю, необходимо пройти некоторые испытания. Пробежать определенный путь, в честь которого и названа организация. Причем на всех новобранцев, похоже, ставят ставки, дойдет ли он до конца или погибнет. Это помещение очень похоже на игровой клуб. Энергетические напитки, алкоголь, что-то вроде цифрового казино на мониторах, всюду надписи Blackjack. Громкоговорители на стенах, где видимо звучат комментарии диктора во время бега участников по красной миле. Ну и куда же без багрового флота. Космических пиратов, база которых располагается на огромной космической станции в системе Крикс. Вновь их главное помещение, его уже смотрели ранее. Пираты мнят себя хозяевами галактики. Главные их враги, судя по всему, власти объединенных колоний. Говорит об этом этот перечеркнутый плакат с правками от пиратов. Или вот, шедевр вандализма, где логотип UC переработали под надпись «Отстой». Нельзя не отметить крутейший дизайн их брони. Качалочка с лозунгом «Много работать». Бывший пират-клад, как мы видели, до сих пор не может бросить пиратскую привычку тягать железо. Ну и везде их лого в виде черепа. Пираты же как-никак. И снова это сцены, которые мы видели ранее с другого ракурса. Как заверяют разработчики, они проработали города и поселения еще лучше, чем в предыдущих играх. А у меня сразу возникает вопрос, почему в который раз уже показывают лишь три основных города? Почему бы не сделать раскадровку чередующихся поселений на различных планетах? Пока что их обходят стороной и только упоминают. Да, города выглядят довольно масштабно и передают три различных сеттинга. Но вот что касаемо мелких населенных пунктов, то это от нас почему-то утаивается. А вот и один из самых отвратительных кадров, которым не сразу резанул глаза еще во время стрима, когда смотрели демонстрацию. Это кадр из игры Sims в чистом виде. На этом кадре наиболее демонстративный показ отвратительных моделек NPC, когда они без одежды. Как бы я ни обожал игры от беседки и саму студию, но эти NPC просто устаревший позор, который портит общие планы на прекрасный пейзаж. Ну ладно, если не Sims, то модельки максимум уровня GTA V 2013 года. Беседке срочно нужно работать в этом направлении. Внешний вид NPC, когда они без одежды, тянет игру куда-то в прошлое на контрасте с высокотехнологичным и детализированным окружением. Иногда лица NPC спасают только освещение, как на этом кадре. И то не полностью. Рыба, кстати, вообще топовая, проработана так же, как и этот корабль, который даже с такого расстояния можно поразглядывать. Про дальность прорисовки я, пожалуй, не буду особо разглагольствовать. Одно дело сделать камерный уровень и нарисовать задники. Другое дело при настолько детализированной локации, как демонстрирует беседка, сделать еще и дальнее окружение таким же проработанным. Учитывая, что там не декор, а реальные локации, доступные к посещению. Именно потому очень мало локаций из лесов, а в основном они все горные до пустынные. Иначе был бы еще больше мрак. Хотя большинство планет и есть каменные куски без воды до растительности. Ну и не нужно забывать, что это конкретно лишь на консолях так. На мощных ПК картинка будет еще более детализирована. И скорее всего дальность прорисовки будет значительно выше. По крайней мере так часто и бывает. Но что ни говори, вблизи все объекты выглядят просто отменно. В следующей части разберем создание персонажа, скиллы и корабли. Подписывайтесь на канал, дабы не пропускать свежие видео. Ставьте лайк и пишите ваши комментарии. А если бы хотели поддержать меня финансово, то ссылку на мой бусте найдете в описании. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.